Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Глубина скважин такая, что порой техника выходит из строя. На территории речного вокзала начались исследования грунта перед строительством крупного жилого комплекса. Решил на всякий случай застрелить. В Алтайском крае задержали браконьера, который вез в машине тушу морала. И ВИЧ-экспедиция дошла до Барнаула. Не обошлось без ВИЧ-положительных путешественников. И первая новость. Алтайские аграрии намолотили почти 5 миллионов тонн зерна. Об этом сегодня на совещании в правительстве края рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. Показатель превышает прошлогодний на 800 тысяч тонн. Однако, несмотря на рост, сейчас из-за погодных условий проблемы с уборкой зерновых в Бурдлинском, Панкрушихинском, Крутихинском и Немецком национальном районах, а также в части центральной зоны региона. Помимо зерна, сообщил Чеботаев, на предприятиях края отгружено 400 тысяч тонн свеклы и 290 тонн гречихи. Лен и рапс обмолочены на полях площадью свыше 120 тысяч гектаров. На одну голову скота запасено почти 25 центнеров кормозаготовок. Теперь хозяйство готовит силосные корма. А между тем, в ближайшем будущем цена на макароны в России и в Алтайском крае может вырасти на 27-35%. Подорожание коснется самой востребованной и полезной среди макарон группы А из твердых сортов пшеницы. Таковы неутешительные прогнозы переработчиков. Они говорят, все дело в засухе. В США и Канаде главных производителях макарон группы А не урожай пшеницы твердых сортов. В поисках сырья компании дошли до алтайских фермеров и уже предлагают выгодную цену вместо 28 тысяч 32-38 тысяч за тонну. Дефицит сырья по правилам рынка скажется на стоимости. И он не единственная причина. С октября прошлого года по сегодняшний день, внимание, увеличилось упаковочный материал на 100%. Пэт-пленка на 90%, гофр-корп на 90%, логистика в два раза, палеты в четыре раза подорожали. Вот. То есть, просто сами понимаете, продукт макарон, их надо во что-то еще упаковать, да? Вот. Дальше их нужно еще довести до торговли сети. Это все в компетенции ходят производители. Но ситуация может быть еще хуже. России в целом и Алтайскому краю, в частности, может не хватить макарон. Ведь экспортеры готовы скупить сырье. По словам покорника, итальянские производители опасаются, что пшеница у них кончится уже в январе. А в нашем регионе в этом сезоне тоже не самый лучший урожай. Поэтому крупные производители макарон обратились к правительству с несколькими идеями. Запретить экспорт твердой пшеницы почти на год, компенсировать ЖД-тарифы, ограничить наценку торговых сетей и в целом расширить господдержку мукомольной промышленности на переработчиков твердой пшеницы. И хотя в Минсельхозе заявили, что никакого дефицита нет, производителя это нисколько не утешило. Объемы, о которых сейчас Минсельхоз говорит, это неправда. Они вчера сказали, что у нас якобы 740, они где-то почитали 3000 тонн. Как они считали, я не знаю. Но вранье полное. Потому что, знаете, представляете, вы приходите домой, открываете холодильник, он пустой. Это ваш дом, это ваш холодильник. А сосед по подъезду говорит, у вас холодильник полный. Мы говорим, переработчики, вы издеваетесь над нами? Вам написали письмо. Там подписали, там 6-7 компаний, которые 90% рынка по группе А держат в России. И вы нам говорите, что у вас холодильник полный. Мы говорим, первое, он пустой или почти пустой. Это раз. Во-вторых, это сентябрь месяц. Только закончилась уборка. Ну, по крайней мере, да, это раз. И впереди целый год жизни. Сентябрь, сентябрь. И уже цены запредельные. Переработчики ждут реакцию от правительства и надеются, что их услышат сейчас, а не тогда, когда фермеры продадут сырье за границу. И к другой теме. В получении взятки обвиняют первого заместителя главы Первомайского района Дмитрия Шипунова. По предварительной информации ФСБ с 2020 по 2021 годы, исполняя обязанности главы, мужчина лоббировал интересы подрядчика в сфере ЖКХ. Речь шла о поставке оборудования тепло- и водоснабжения и водоотведения для муниципальных котельных. За взятку в 400 тысяч рублей контракт с нужной организацией заключили без проведения торгов, а также приняли выполненные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дмитрию Шипунову может грозить крупный штраф и до 12 лет лишения свободы. И переходим к другой теме. На границе Солонешинского района Алтайского края задержали браконьера. Мужчина в своем автомобиле перевозил тушу морала. Причем никаких разрешительных документов у него не оказалось. В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело. И в нашем распоряжении оказались кадры самого задержания. Мой коллега Евгений Плохотин с подробностями. Скрывать факт преступления жителей Учерыжского района смысла не было. Здесь все более чем очевидно. В багажнике автомобиля мужчина перевозил тушу морала. Дикого зверя охотник, не имеющий никакого разрешения, подстрелил на границе двух районов Солонешинского и Черышского. Где там были? На какой территории? Ну вот на разрезе как раз получается. Не там, не там. Как рассказал задержанный, на охоту он вовсе не собирался. В машине якобы на всякий случай находилось ружье. А сам он искал пропавших коров, но увидел морала и решил его подстрелить. При этом прекрасно осознавал, что совершает преступление. Тушу разделал на месте, погрузил в машину. Но до дома не доехал. Нарушителя во время объезда территории задержали представители общественной организации охотников и рыболовов «Вольница». Отечественный внедорожник сразу привлек внимание. Мы выехали на перевал, то есть в бинокль я его обнаружил. Машина была пропаркована в кустах, то есть они уже сносили мясо, переодевались и начали двигаться. Мы приняли решение проверить эту машину. Первый случай, именно что по такой большой добыче, по большому моралу, то есть не задерживали еще. В основном браконьеры, там, козлов стреляют. Вот здесь получилось так, что с таким трофеем задержали. Сколько я работаю? Вот 4 года. С моралом ни разу еще не задерживали. Выявив факт браконьерства, на место выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Процедура оформления нарушителя затянулась до позднего вечера. При досмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили тушу, предположительно, дикого животного, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и нож. Документов, которые бы подтверждали право охотника на охоту, он не смог представить сотрудникам полиции. Был доставлен в отдел полиции по Чижижскому району для разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Мужчине, который взял ружье и вне закона отправился на охоту, светит приличный штраф и реальный срок за решеткой. А тем временем представители общественной организации «Вольница» во главе с председателем Александром Тюниным продолжают охранять границы охотугодий Солонежинского района от браконьеров. Евгений Плохотин, Евгений Андреев. День с толком. А эта история получила хорошее продолжение. О бабушке из Казахстана, которая почти месяц прожила в Барнаульской больнице, мы рассказывали пару недель назад. Ее не забирали родственники, а выставить пожилую женщину на улицу у врачей не поднималась рука. Сейчас 74-летнюю Ляли Куропаткину поместили в центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Анастасия Дороган продолжит. Вы не думаете, что она вас бросила? Нет, что бросила, не думаю. Дочь, не заинтересованная судьбе пожилой матери, гражданка Казахстана почти без документов, без денег и без жилья. В начале сентября история Ляли Куропаткиной тронула многих зрителей. Она жила в больнице почти месяц. Врачи не решались выписать ее на улицу. В настоящее время наша койка используется как хоспис. Мы ее уже научили ходить, она сама передвигается. У нас просто не поднимается рука вытолкнуть ее на улицу и сказать, что вот бог, вот порог. Однако после наших обращений в разные ведомства Ляли узнали. Буквально через несколько дней ее приняли в центральный дом-интернат. Пока проживание за счет бюджета учреждения. Вот что может управление, да, управление вправе оказать материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что сейчас мы и делаем. А еще выделили деньги на сбор документов, госпошлину и фото для нового паспорта. Сейчас бабушки делают разрешение на временное проживание, чтобы оформить пенсию в России. Пообщаться с ней мы не смогли из-за карантина в интернате. В ее случае все закончилось хорошо, но так происходит не всегда. Даже в наш центр «Бомж», как мы его называем, мы не можем поместить иностранного гражданина, потому что, согласно административному регламенту, там он и предназначен для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края. Понимаете, что их привезли с улицы. Мы их полечили, мы куда их должны отправить? В улицу. У нас ресурсов заниматься ими же нет. Ну вот попытались, ну что-то удалось. По словам главврача, пациенты, которые изначально пришли с улицы, отдельная категория. Их могут не принимать в приюты из-за плохого поведения. Но становится больше случаев, когда люди намеренно не забирают из больниц своих пожилых родственников. Что делать в таком случае медикам, прописано правилами, но с этической точки зрения вопрос не решен. Так Управление соцзащиты продолжает поиски дочери Ляли. Это ускорит получение документов для матери, но пока поиск безуспешен. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. На территории речного вокзала начали вести масштабные работы по исследованию грунта. Напомним, новый собственник здания планирует построить там большой жилой комплекс с детским садом, бассейном, рестораном и не только. Сейчас на месте строительства начинают забивать пробные сваи. Наша съемочная группа сегодня побывала на речном. Территория речного вокзала. Инженерно-геологические изыскания идут полным ходом. Исследования грунта, кабельных сетей. Накануне закончились сейсмические измерения. Все эти данные необходимы для проектирования и строительства жилого комплекса. Технике приходится работать в непростых условиях. Глубина скважин доходит до 80 метров. Впереди еще большой пласт работы для геологов. Влияние двух рек на мывной грунт, то есть добраться глубиной до основного грунта, чтобы опереться на него фундаментами, приходится очень глубоко забуриваться. Сваи будут длинными. Установят пробные сваи для испытаний уже в ближайшее время. Будет испытание сваи методом кругового отскока. Это непосредственно при забивке этих опытных сваи. И также будет испытываться сваи статикой. Напомним, планируется, что на этой территории построят многофункциональный комплекс с двумя жилыми домами, офисами. Здесь же парковка, рестораны, фитнес-центр, детский сад. По проекту объект станет единым целым с набережной. Когда начнется строительство, будет известно только после инженерных изысканий. Их планируют завершить в конце октября. Сейчас здесь шумно, и барнаульцев просят отнестись к этому с пониманием. Застройщик обещает проводить работы только в дневное время. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толка. 30% ВИЧ-инфицированных не подозревают, что больны. Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, можно не только прийти в медицинское учреждение и сдать анализ, но и пройти тестирование анонимное. Второй год подряд в России проходит экспедиция, путь которой пролегает и через Алтайский край. В минувшие выходные автобус добрался до Барнаула, Бейска и Новоалтайска. В прошлом году тестирование прошли 500 человек. Сколько человек рискнули прийти в этот раз в нашем сюжете. Экспедиция стартовала в Питере. В выходные добралась до нашего края. В этом году, а статистика уже подведена, анонимно проверить свой ВИЧ-статус пришли около 400 человек. Я не наркоман вообще. Просто хочу знать, здоровый я человек или нет. Защитить, допустим, свою девушку. Есть ли на твоем теле татуировки? Нет, я в принципе веду обычный здоровый образ жизни. Вопрос ВИЧ-инфекции для Алтайского края остается актуальным. Впрочем, как и для всей страны, мы абсолютно не говорим о каких-то достижениях в плане победы над этой инфекцией. Говорить фразу «это не про меня» сейчас не стоит. ВИЧ сегодня эпидемия. Хотя ученые считают, что масштаб заболеваемости достиг уровня пандемии. Вирус иммунодефицита человека – болезнь, при которой организм теряет способность сопротивляться инфекциям. Подобное врачи сейчас с легкостью контролируют. Если ВИЧ заражен и принимает терапию, он не опасен и живет практически как любой здоровый человек. Скажите, пожалуйста, как относитесь к ВИЧ-инфицированным людям? Нормально. Они такие же люди, как и мы. Ты свой ВИЧ-статус знаешь? Нет. А хочешь узнать? Можно пройти тест прямо сейчас. Да не думаю, что для меня это актуально будет. Заражают твари. А если серьезно? Ну если серьезно, ну что, ну ВИЧ-инфицирован, ВИЧ-инфицирован, они же лечатся. Экспедиция ВИЧ объедет 157 городов России. Врачи надеются, что сделают десятки тысяч тестов. Ведь только в Алтайском крае из 400 человек 2% тестированных узнали, что они ВИЧ-инфицированы. Риски есть у всех, потому что сейчас незащищенные половые контакты практически у каждого человека. Страшно ли тебе будет познакомиться с ВИЧ-инфицированным? Мне не страшно. Не страшно ли тебе сейчас развернуться на камеру? Ну, сложно сказать, но нет. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Почти 900 тысяч туристов отдохнули этим летом в Алтайском крае. Это на 40% больше, чем в прошлом году, но все еще меньше процентов на 15 по сравнению с 2019 до пандемийным годом. Сегодня в День туризма об этом сообщили в Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Определенно можно говорить о том, что 2021 год мы завершим с показателями, явно превышающими предыдущий. Но говорить о значительном росте по сравнению с допандемийным периодом, наверное, пока еще преждевременно. Большинство туристов приезжает в Алтайский край Сибирского федерального округа. Это и наши соседи из Новосибирска, Кемерово. Также жители Красноярска, Омска, Томска. Они составляют до 70% от всех путешественников на Алтай. Несмотря на неплохой летний сезон, ведомство отмечает, что отрасль туризма еще не оклемалась от пандемии и находится на восстановительном этапе, несмотря на все меры поддержки, например, туристический кэшбэк. Об этом говорят и цифры. Если в до коронавирусное время Алтайский край летом посещало примерно 60 тысяч иностранных туристов из Германии, Италии и США, то теперь это лишь единицы. И еще немного о путешествиях. Наш герой-сюжет Алексей Котельников совершил свой первый зимний поход еще в седьмом классе. Позже в университете путешествовал по территории Советского Союза, а после его распада открыл для себя весь мир. Теперь на его личной карте отмечены практически все страны планеты. Но профессиональный турист не готов убирать рюкзак на полку. С тем, кто сегодня отмечает свой праздник, День туризма, встретился Артем Гусельников. Это лишь один из сотен сувениров, которые Алексей Котельников привез из путешествий по миру. И как истинный путник он встречает День туризма в дороге. Из-за ковидных ограничений поездки в страны Евросоюза стали практически невозможны. Поэтому в этот раз маршрут месячной экспедиции пролегает по Белоруссии. Братское государство только одна из 182 стран, где уже успел побывать Алексей. Несмотря на колоссальный опыт, одна из самых ярких и трудных поездок, говорит путешественник. Прошла в России. Тогда зимой под Абаканом группа не взяла с собой палатки, понадеявшись на охотничьи домики. Как итог, 25-часовой пеший переход, главная цель которого – не замерзнуть и выжить. За эти 25 часов и попали в лавину, она нас накрыла, и прыгали с высоты пятого этажа в глубокий сугроб, и в каньоне срывался я вниз, и топором мне голову разрубили, и все сзади. И под лед проваливались, и все за один день, за эти 25 часов. В другой раз жизнь оказалась под угрозой в Центральной Африканской Республике. Туристы попали под перестрелку воюющих сторон. Но мысли завязать с путешествиями не возникло даже после такого. Ведь приключения, говорит Алексей, дарят эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. Поэтому и сейчас, в День туризма, он не остался дома. А в ближайших планах, после отмены локдаунов, посетить страны, где еще не успел побывать. Ведь их осталось всего 18. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Строительные работы в Краеведческом музее так и не начались. Хотя еще в мае мы говорили, что сотрудники готовятся к реконструкции и вывозят экспонаты. Из-за подорожания цен на стройматериалы не удалось найти подрядчика. По словам директора музея, компании отказывались проводить реконструкцию по обозначенной в контракте стоимости. К сегодняшнему дню ошибку исправили. Теперь проект стоит чуть более 265 миллионов. На 25 больше, чем предполагалось ранее. В планах отреставрировать памятник архитектуры 19 века, добавить выставочные площади и построить зимний вход. Здание должно стать доступным и удобным для маломобильных граждан. Но вот успеют ли провести работы до 23-го года двухсотлетия музея? Как было запланировано ранее, пока вопрос. Повторные торги планируется провести в октябре. В дальнейшем у краеведческого музея появится очень хорошая территория, где мы сможем проводить мероприятия под открытым небом. Поэтому краеведческий музей, мы убеждены, после реконструкции он изменится за неузнаваемость. На сегодняшний момент главное начать эту стройку. И к новостям спорта. Закрепиться в ТОП-4 и вести борьбу за Кубок России. Такая задача на предстоящий сезон Высшей Лиги А у волейбольного клуба «Университет». О изменениях в составе не только команда и тренерский штаб рассказали на пресс-конференции сегодня. Подробности у Дмитрия Дроздова. Игровой сезон для волейбольного клуба «Университет» начался еще неделю назад. В Грозном команда сыграла на финальном этапе розыгрыша Кубка России за пятое-восьмое место. По итогу Барнаульский клуб занял почетное шестое место. Теперь две недели сентября есть время и отдохнуть, и подготовиться к новому сезону. Тем более, что первая игра против клуба «Ново» действующего обладателя Кубка России. Очень серьезный соперник, где нужно показывать игру, которую, по крайней мере, рассчитывать на какие-то результаты в будущем. Я имею в виду, как начать, как начнешь, так и продолжишь. Состав клуба пополнил Илья Косиненко, воспитанник белгородского волейбола. В прошлом году защищал цвета локомотива «Изумруд». Сейчас же готов выйти на паркет и помочь своей новой команде. Все хорошо, работаем. Ставим перед собой только самые высокие цели. Искали свою игру, но вот уже в Грозном уже более-менее подточили, более-менее уверенно уже и с центральными, с диагональными, все-таки новые игроки. Первые игры в новом сезоне университет проведет уже 2-3 октября на выезде против Новой. А на домашнем паркете барнаульские волейболисты примут Тюмень 9 и 10 октября. Дмитрий Дроздов. День с толком. Тепла не будет. В гидрометцентре края нам сообщили, что в регионе день ото дня будет становиться лишь холоднее. В выходные практически на всей территории выпал первый снег. Сегодня и завтра последние дни, когда температура воздуха будет на отметке в 10 градусов. Дальше начнется понижение. По ночам столбик термометра будет опускаться и ниже нуля. В этом году и начало октября не обещает быть теплым. Традиционного в это время бабьего лета ждать не стоит. Как раз через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. До встречи в эфире. До встречи в эфире.